интернет я вам здрасте с вами на связи канал рулем life меня зовут василий и в этом видео также будут участвовать мои сведущие александр ганин и юля ну или как многие написали в комментариях юлия типа люди пишут почему а юля а не юля ну тут уж ребятки как говорится извините кому как удобнее юля или юлия я лично особо разницы не вижу я бы конечно с удовольствием вообще назвал юлечка но у меня пока что нет на это официального разрешения ладно перейдем а теперь таки к сути видео на самом деле данную тему я уже обсудил с юлей июля сказала что будет участвовать в данном видео но пока не обсудил с сашей ганином надеюсь что он тоже присоединится значит ребятушки смотрите тема такая тема моя первая любовь либо мои первые отношения а вообще я о своей первой любви и своих первых отношениях уже рассказывал но это было давно и я сейчас уже на сегодняшний день не вспомню где я об этом говорил то ли это было во влогах то ли это было отдельные видео то ли это вообще где-то было на густе я уже даже и не вспомню любом случае постоянно на канал приходят новые люди аудитории меняется и многие кто сейчас смотрит это видео многие не знают и не слышали этой истории тем более что к видео присоединяться еще и мои со ведущей значит смотрите ребят я начинаю сегодня первый и я скажу вам расскажу вам о своей первой любви так сказать и своих первых отношениях все было достаточно печально достаточно банально и короче как это было к сожалению пытаюсь вот сейчас вспомнить перед записью видео какой-то был год и к сожалению ребят не могу вспомнить где-то приблизительно 2000 наверное четвертый 2005 год наверное 2005 все таки потому что я помню что тогда у меня еще не было интернета а интернет если опять же я не ошибаюсь у меня появился 2600 я помню что это было вот прямо на пороге появления у меня интернета но у меня его еще не было было значит в такой канал сетки телевизионного вещания кабельной тв у меня была обычная там какой-то там тэс по-моему вот и в сетке вещания был канал там я не помню как канал-то даже назывался там все показывали такую передачу диалоги о рыбалке а вот ее там очень много показывали очень часто а вот и а по ночам по ночам там был чат а как это все собственно происходило да то есть вот у нас экран идет чат люди отправляют сообщение с мобильного телефона на короткий четырех значный номер люди отправляют сообщение и а эти сообщения появляются в эфире собственно канала вот идет чат обракновенный текстовый чат там не было ни голосовых не фоток ничего чисто текст текстовый чат значит тут у нас чат идет вот так вот столбиком а где-то вот здесь вот в углу сидит значит девушка и парни по моему были ну в основном были девушки вот ведущие всего этого чата они значит зачитывали чат что там пишут там прикалывали смеялись обсуждали ну очень короче она вел ведущая вела этот чат а мы все зрители в этом чате участвовали и я решил туда в эту тему залезть там было охереть как дорого охереть как было дорого а вот там что-то было по тем деньгам 50 рублей что из одно сообщение потому что там отправлялось все это дело на четырех значный короткий номер вот типа там найти 05 50 что-то типа такую не помню это я так рандом называю просто пример и обала исправляешься там короче там как то я уже сейчас в детали не вспомню если ты например в общий чат отправляя просто там хочешь написать на допустим всем привет ты просто пишешь всем привет управлять на номер и у тебя телевизоре появляется всем привет. А если ты хочешь кому-то из чата ответить, то есть ты пишешь ник, там либо номер какой-то, позывной, я уже точно не помню деталей, потом пишешь там двоеточие, и дальше пишешь свой текст, там была конкретно какая-то инструкция, чтобы это все правильно отображалось на экране, я уже сейчас просто ни в ком. Вот. Ну и короче, я в эту тему залез. Ребята, каково было мое удивление, когда со всех списывали по 50 рублей за сообщение, а с меня не списывали ничего. Ничего. У меня баланс замер нахер. У меня был на тот момент оператор мегафон, и с меня не списывали деньги за участие в этом чате. Я короче офигел. С меня вроде как сначала, когда я только-только начинал, когда только залез, я просто там так, знаете, всем привет, как дела, как настроение, там вот смотрю чат туда-сюда. Ну так вот я начинал, да. Вот. И сначала с меня списывали, как раз со всех списывали, списывали, списывали. И потом, например, вот предположим, да, вот я вот сегодня хочу посидеть в чате, да, там решил, нам сегодня в чат будет написать вечно. Такой, смотрю, у меня там, допустим, на балансе там, допустим, 150 рублей. Я такой, ну, блядь, ладно, две смс-ки отправлю, пусть с ним там 50 рублей у меня останется. Ну ты как бы уже рассчитываешь, да. Вот. Я такой, раз там, допустим, отправил там одну смс-ку смотрю, ага, 50 рублей сняли. Там еще так, раз, раз. И в один прекрасный день я вижу, что не снимают деньги. Не снимают. Ну и что вы думаете, я вошел во вкус. Как бы я стал просто строчить в этот чат, и я там был одним из самых активных людей. И, короче говоря, в этом чате я познакомился с девушкой из города Архангельск, которую звали Настя. Может быть, даже так и получится, что она сейчас смотрит это видео. Я не знаю. Вот. Ну, если что, у меня на данный момент с ней связи нет. Никакой я абсолютно не знаю, где она, что она, как она живет. Я об ней вообще ничего сейчас не знаю. Вот. В общем, у нас завязали здесь отношения через чат. Потом мы уже перешли в личные сообщения. Там, короче, такая тема была. Там можно было через чат, через сервис этого чата, через четырехзначный сервис этого чата, писать в личку, то есть вне чата, днем. То есть, ей приходит сообщение как от чата, но так как ты общаешься через сервис чата, как бы, да, ей приходит в личку, но через чат. Там какая-то своя была схема, там как-то надо было написать слово «приват» там что-ли или что-то такое, я уже сейчас не вспомню, не суть. Короче, так как у меня на тот момент не было интернета, даже если бы она мне дала свой номер телефона реальный, сами-то смс-ки-то тоже были же дорогие в то время, да, то есть ты на самих смс-ках тоже особо не наобщаешься со мной. Вот. И мы фигачили через этот чат, то есть я фигачил через этот чат, а она мне напрямую смс-ки слала, она мне слала напрямую смс-ки, а я ей фигачил через чат, потому что у меня ни с привата не снимали деньги, никак не снимали, но еще, короче, не снимали все, я не знаю почему. Вот. И, короче говоря, вот так мы и общались. Мы очень сблизились, и, в общем-то, я, я влюбился, я в нее влюбился. Мы обменивали, обменялись фотографиями по ММС, она мне прислала реальные фотки, а я, ребят, ей послал не свою фотку, потому что я на тот момент посчитал, что она не захочет общаться с человеком с ограниченными возможностями, вот с такими, как я и так далее. Это уже час, когда я стал блогером, да, я себя не стесняюсь и все прочее, прочее. Раньше я себя стеснялся, и я не 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 смог ей открыться и сказать, что вот я вот такой, какой я есть. Я выдумал там какую-то легенду о том, что я там где-то работаю, и что-то там это, в общем, короче, пиздец. Ну и потом, как бы, все это дело дошло до того, что я уже абсолютно, как бы, повязла все это, и я понимал, что дальше это никак продолжаться не может, и как бы, в один прекрасный день я как-то утром проснулся, и я не знаю, что у меня переклинило в голове, я не знаю, я просто ей написал, извини, нам надо расстаться, у меня другая, типа, и, в общем, короче, ты далеко, вот я в Иваново, ты в Архангельске, ты далеко, и у нас ничего не получится, в общем, вот в таком вот ключе. Я помню, что она была очень расстроена, она была подавлена, она умоляла меня подумать и прочее, 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 но я прямо как-то так резко съел наше объяснение на нет, и как бы, на этом все закончилось. Вот такая вот, ребят, история. Печальная, с одной стороны, вот, но она была очень хорошей девочкой, очень хорошей девочкой, она была мне близка по духу, и, возможно, если бы я повел себя по-другому, возможно бы, если бы я ей открылся, она бы меня, может быть, даже бы и простила, и наши отношения бы и продолжились, но я поступил так, как поступил, и чё уже теперь? Теперь уже давно проехали. На данный момент я честно скажу, что я уже об ней давно не вспоминаю, вот, после этого ещё много всего в жизни было, много разных отношений и по интернету, и прочее, и прочее. Ой, ну, вот это было, так как у нас и не тема именно первой любви, вот, я и рассказываю про первую любовь. Так что, вот, ребятушки, такая вот история, наверное, с одной стороны банальная, с другой стороны печальная, ну, как говорится, какая есть. У меня, ребят, на этом на сегодня всё. Давайте теперь послушаем истории моих сведущих, что нам об этом поведают Юля и Саша. Это опять я, я снова рассказываю никому не нужной истории своей жизни. Когда начала записывать это видео, то есть пару секунд назад, я подумала о том, что могу ли я вообще рассуждать на эту тему, узнав ли я, что это такое, будет ли касаться рассказанная мной история с темой данного видео. Как и большинство людей, я вступила в свои первые отношения в подростковые годы, это где-то 14, 15 или, может, 16 лет. Точно я не помню, и вспоминать мне бы не очень это хотелось. Тогда я познакомилась с первым молодым человеком, и, как мне тогда казалось, это была огромная любовь, мы умрём в один день, и мы всегда-всегда будем вместе. Какой-то период времени это, конечно, всё было так, и всё шло к тому, что вот мы действительно будем там сто лет вместе, но, слава богу, это закончилось. Мы познакомились, когда я училась в школе, он тоже учился в школе, он был немного постарше, я дружила со своей учительницей по физкультуре, она была молодая, и у нас, как оказалось, в школе по вечерам проходит игра в волейбол, туда приходят ребята из других школ, наши старшеклассники, какие-то другие ещё учителя, и все играли в волейбол. Меня позвали, и я пошла тоже, там я увидела его, он тогда был симпатичный, и, ну, как мне показалось, он был хорошим человеком, в принципе, симпатичный, в целом, нормальный, обычный парень. я пришла домой, как-то его нашла, и почему-то тогда я не догадалась, и даже подумать, почему-то не допустила таких мыслей о том, что человек может находиться в отношениях. Не знаю, находился он в отношениях или нет, но случилось так, что потом мы начали дружить, встречаться, был даже момент, когда мы жили вместе. Мы несколько лет жили в нашем родном городе, потом переехали в другой город, где мы жили вместе и учились. Это было очень сложно, поскольку начали мы жить вместе, для того, чтобы нам было легче в другом городе, оказалось, всё совсем наоборот. Возможно, ему было легко, но мне было очень тяжело, но тогда я этого не понимала и не осознавала. Я думала, что так и должно быть, хотя не было у меня образа такой женщины в семье или где-то из знакомых и не было такого образа мужчины, который может относиться так к людям, в принципе. Как оказалось, потом это не весело, это не так весело, как я себе представляла, это не так здорово, поскольку я училась и работала. Мне приходилось ещё ходить на работу, то есть я могла пропустить последние пары и ехать на работу. Приезжала я очень поздно, так как я должна была делать абсолютно всё по дому, пусть у нас была небольшая квартирка, но времени у меня было и так мало. В сутках мне нужно было намного больше часов, чтобы всё успевать. Я работала до 11 на другом конце города, потом приезжала, заходила там в круглосуточный магазин, брала еду, иногда готовую приходилось, да, и этим я была очень ужасна, что я не всегда могла приготовить еду сама, при том, что человек всегда сидел дома, и он не выходил из дома даже практически. Я приезжала, то есть убиралась, готовила, опять доработала до 11, приезжала с учётом того, что я заходила ещё в магазин, пока дойду, меня, конечно, никто не встречал, мы жили в таком районе не очень благополучном, и это, ну, тогда, конечно, мне не было страшно, но сейчас я бы, наверное, не отважилась идти там одна ночью по каким-то переулкам. Пока доходило, я приходила домой, мы ели, я кормила этого человека, не говорю о том, что, типа, это было на мои заработанные деньги, просто человек сам не ел, возможно. Может, он что-то бегал, покупал там себе какие-то бутерброды, скорее всего, так и было, ну, вот, факт был такой. Ну, и всё, и так мы жили, потом мы, слава богу, всё в моей жизни случилось так, в наших жизнях, что мы вынуждены были больше не находиться вместе. Это получилось очень резко, очень неожиданно, и, видимо, так и должно быть, потому что не было никаких неприятных чувств, знаете, которые могут быть после расставания, когда ты страдаешь, что вы расстались, такого у нас не было, к счастью, и всё закончилось очень хорошо. В любом случае, это огромный опыт, то, что я столкнулась со всем вот этим абьюзом, не только, да, то, что мне приходилось всё делать по дому, все женские дела, которые я так была обязана делать. Я думала, что он самый умный, самый красивый, самый лучший вообще из всех людей, что существует на земле. Я очень ошибалась, но в любом случае, это опыт, который мне был нужен. Если бы я встретила там себя в том возрасте, я бы всё равно позволила наступить себе на эти же грабли. Не будь этого опыта, в дальнейшем я бы не вступила в прекрасные отношения с хорошим человеком. Я бы просто дальше позволила вытирать всегда об себя ноги, не только своему партнёру, но и людям вокруг. Я не считала себя достойной чего-то хорошего только из-за того, что вот у меня дома творилась вот такая вот фигня, очень плохая, негативная. Может он и может таким остаться, но чтобы он, конечно, нашёл себе ровню, которая подойдёт ему, которая подойдёт он. Кто счастлив сам, другим зла не желает. Не будь у меня этого опыта, я бы не находилась в последующих прекрасных отношениях, я бы не знала прекрасных людей. Это очень помогло всё равно в становлении личности, я очень за это благодарна. И вот в заключение я хотела сказать, что я бы очень хотела, чтобы все люди себя любили, уважали. И тогда глупостей совершённых из-за первой любви, из-за первых отношений, из-за каких-то первых чувств, они бы не происходили, поскольку такие поступки они забудутся. И так же, как я сейчас вспоминаю, я... Мне ни горячо, ни холодно дата этой истории, но я просто рассказываю эту историю со стороны. В любом случае всё, что было пережито, со временем просто превратиться в историю, которую можно рассказать, и не более. Ничего не остаётся от первых чувств, если, конечно, вы там дальше не продолжили отношения длительные. Это всё забывается, весь негатив забывается, и всё со временем проходит. Я считаю, что всё идёт в жизни так, как и должно идти. В заключение я бы, конечно, хотела сказать пока, и будьте счастливы. Привет, интернет, с вами Александр Ганин, и вот мне выпала честь именно завершать, так сказать, нашу тему сегодняшнюю, потому что Юля и Василий уже высказались по данной теме. Соответственно, я делаю заключение уже по тому, что сказал Василий. Это то, что сказала Юля, мне особенно понравилось, собственно говоря, коротко, оно ёмко, вот эта вот её история про то, как эмоции, то есть как она съезжалась с человеком, живая и так далее, что именно ей казалось, что это вот есть и та самая единственная любовь. Мы сегодня говорим конкретно про первые отношения и про первые отношения и про, собственно говоря, про первую любовь, мне кажется, что это связано, потому что именно первые отношения это, как правило, и есть любовь, вот эта вот влюблённость, да, скажем так, когда человек, будь то женщина, ну, то есть девушка или парень испытывает какие-то именно эмоции, когда хочется, значит, доставать для этого человека звёздные с неба и так далее, то есть всё делать, да, то есть и именно в тот момент, когда кажется, что вот это именно тот человек и хочется прожить с ним, значит, всю оставшуюся жизнь и отдать ему всё, что, как говорится, есть, да, вплоть до последних, как говорится, вещей каких-то, да, всё с себя снять и последнего отдать этому человеку, вот это и есть и делать для этого человека всё, что он пожелает, это и есть любовь, и он тогда кажется действительно самый лучший и так далее, всё правильно, как именно так и сказала Юля, как оно есть по сути, я думаю, что с этим сталкивается каждый человек, то есть будь то девушка или парень, одинаковые эмоции, дело в том, что эмоции, когда есть вот первые, да, это и есть вот влюблённость вот эта. Но расскажу собственно говоря свою теперь уж историю, потому что вы все знаете мой диагноз, то есть собственно говоря и у меня не было возможности соответственно ходить в детский сад, в школу, вы все понимаете, что как правило вот это отношение начинается, да, то есть именно вот это вот юношеское, наверное, в подростковом году, это уже ну может быть класс 6-й, 7-й, а то и бывает и раньше, то есть это как правило со школы происходит, да, вот эта вот влюблённость, а у некоторых даже бывает в детском саду, я вот знаю действительно пару, которая познакомилась в детском саду и действительно они поженились и вот они учились в школе вот собственно говоря потом учились в одном институте только на разных значит специальностях скажем так профессиях, но тем не менее это вот как раз наверное и есть любовь с первого взгляда, но дело все в том, что мы же знаем, что как правило если есть любовь, то это не значит, что как бы именно человек будет со своей любовью, потому что я считаю, что когда есть взаимная любовь, это сектор приз, да, потому что как оправдательные приговоры по уголовным делам, то есть взаимная любовь это вообще редкость, ну да вот, я сначала расскажу свою цель, и вот к чему я это начал, то есть я не ходил ни в школу, ни в детский сад, ну то есть все на домашнем обучении, и соответственно я попал в социум реабилитационный центр, мне было 11 лет, я соответственно был, мне был 11 лет, я тогда встретил еще девочку, то есть и она мне безусловно очень сильно понравилась, и вот именно эмоции я испытал такие, что, ну то есть хотелось, чтобы человек был всегда рядом, это именно, то есть хотелось там, как говорится, звезды с неба доставать, именно тогда еще не было, знаете, каких-то, ну у меня не было тогда еще в мозгу какой-то сексуальности, да, то есть я не думаю про это совершенно, а вот именно вот, ну человек, который вот реально, ну, то есть хотелось прожить, всю жизнь, там, и так далее, ну, это проходили годы, как бы, человек потом потерялся, да, уехал, и мы потеряли связь, соответственно, ну, и прошло несколько, наверное, год, полтора, может, два, я там же находился, соответственно, в лебедитационном центре, то есть с 11 до 16 лет, это значит 6 лет я там находился, и, соответственно, конечно, мне очень много это нравилось, дело в том, что я никогда, то есть я всегда инициатором был каких-то взаимоотношений, да, то есть даже на уровне там переписок и так далее, и тому подобное, вот это все, но один раз у меня была, сложилась такая ситуация, что мне понравилось две девочки одновременно, и я не мог определиться, вроде и ту любишь, и ту любишь, это мне было уже достаточно лет, наверное, 14, собственно говоря, и вот я туда и сюда, и как бы и понимал, что это просто эмоции действительно испытывал я к обеим, да, то есть можно ли это считать, что я считаю, что вообще у человека может быть находиться две люди в сердце одновременно, ну вот хоть убейте меня, я считаю, что это возможно, потому что ведь они как правило одинаковые, они же похожи между собой, ну понимаете, вот человеку я, например, полюбил первый раз, да, ну вот, так сказать, первая любовь, и там не сложилось, и человек снова либо женился, либо вышла замуж девушка, и она говорит, да, я люблю своего партнера, мужа, там, или жену, и, соответственно, и между ними тоже есть любовь, так вот, как, вот, на самом деле, я не считаю, что любовь, это вот одна, все-таки, она есть, и, блин, как раз, мне кажется, потому что первая любовь, она не проходит никогда, даже если потом появляется другая любовь, она всегда будет похожа на первую любовь, но всегда будет, мне кажется, вот именно яркость первых отношений, первой любви, всегда чего, или будь то, ну, женщина или мужчина, мне кажется, они именно ориентируются на первую любовь, что, если не сложилось, что вот такие взаимоотношения должны быть, и когда человек не знает, как это первый раз, и, наверное, женщина или мужчина судят также по первым, по первым чувствам, как это должно быть, и, соответственно, первая любовь никогда не забывается, и, соответственно, когда, так сказать, партнер, девушка или мужчина выходит замуж уже второй раз, либо женится, да, соответственно, это и есть, как раз, ну, то есть, любовь все-таки, мне кажется, она не одна, то есть, да, бывает такое, что люди, например, вот, как я привел пример про партнер, знакомый с детского сада, то есть, все, полностью, ну, это тогда еще, знаете, это еще было в СССР, ну, то есть, они уже живут, наверное, лет 30 вместе, ну, вот, с детского сада, и, вот, по сей день, то есть, у них уже дети взрослые, там, и так далее, вот, такое бывает, но это так же редко бывает, вообще-то, вот, считайте, лотерейный билет, я считаю, человек выиграл, если вот такое, вот, все-таки, случилось, вот, что я могу сказать, именно про первые отношения, вот, у меня вот такое было, ну, то есть, первые отношения, это всегда больно мыслило, это действительно, это только вступление в этот, не вот это чувство, оно всегда оставляет след, и всегда, мне кажется, на, у любого человека, как бы, оставляет раны на сердце, именно первые взаимоотношения, вот, потому что, первый раз, как говорится, это очень тяжелое, такое время, и оно с вами по жизни идет, с нами со всеми, и поэтому, вот, такое вот, ну, касательно того, что сказала Юля, собственно говоря, да, действительно, там уже, мне кажется, человек был, понимал, что, мне кажется, человек, когда так использует, женщину, да, девушку, он, скажем так, не любит ее, он понимает, что ее обожает, да, говоря, то есть она его обожает, а он просто пользуется, раз он никак не хотел ни помогать, ни встречать, и, собственно говоря, и ждал, пока она там приготовит, и все такое прочее, уборка, уборка, там, и так далее, там, готовка, стирка, и, возможно, даже, как и, возможно, как бы, айфон, да, то есть, ну, как можно назвать таких людей, айфон, которые пользуются, то, что они смогли расположить себе вот именно девушку, скажем так, и все время, и, как бы, он понял, что, да, она без ума, да, и решил этим пользоваться, но это не по-мужски, и из-за таких мужчин, он, часто говорят женщины, что мужики-корвы, да, то есть, вот, мне кажется, из-за таких вот мужчин, вот это происходит, потому что, женщины не доверяют мужчинам, и так далее, и, соответственно, да и женщины есть такие, чего греха-то, да, то есть, вот из-за таких, как бы, нерадивых, как бы, людей, все, все многие рискуют, там, когда первые отношения обожгли, там, все у них уже, все, им уже ничего не надо, они уже просто думают, что мы лучше будем сами по себе, чем с кем-то, и так далее, поэтому вот такое вот, ребят, заключение у меня сегодня, не знаю, понравился ли вам ролик, но я сказал все, что я думаю, спасибо вам за внимание, с вами был Александр Гаин, любите друг друга, будьте здоровы, счастливы, да будет с вами Сима, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,